В администрации состоялось первое заседание нового созыва Молодежного совета при главе городского округа Матищи. В него вошли представители крупных предприятий, молодежных, образовательных, культурных и спортивных учреждений муниципалитета. Встречу открыла начальник управления культуры и молодежной политики Надежда Дедяева. Я хочу, чтобы дальнейшая работа складывалась не то, что от души, это понятно, но был какой-то креатив, была какая-то самодача, чтобы не просто мы числились формально. Если честно, мне не нужно такого, на главе, наверное, тем более. Хочется, чтобы действительно вы свои идеи, где-то они могут быть реальные, где-то они могут быть нелепые, мы будем отбирать какие-то зерна правильные. Которые можно реализовать. Надежда Дедяева напомнила присутствующим, что 30 декабря 2020 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон о молодежной политике в Российской Федерации. Теперь у нас есть такус, у нас есть федеральный закон, который будет регламентировать всю нашу деятельность. На самом деле мы его очень долго и давно ждали, поэтому это такой позитив для нас. Начальник отдела реализации программ в сфере молодежной политики Анна Андреева, в свою очередь, рассказала о роли молодежи в жизни городского округа Мытищи. Напомню, сегодня на территории муниципалитета проживают порядка 47 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Затем состоялось знакомство членов молодежного совета и был избран председатель. Им стала муниципальная служащая Виолетта Бычкова. Ее заместителем выбрана сотрудница многофункционального молодежного центра «Импульс» Виктория Потапова. Секретарем органа стала представительница молодежного медиа-центра Алла Сукаленко. Молодежь составила план работы, обсудила форматы взаимодействия. Также на первом заседании были подняты актуальные молодежные вопросы. В таком составе молодежный совет будет работать два года.